Мега-неделя по версии 3.0 и она будет целиком и полностью посвящена такой серии как Halo. Приветствую вас, мальчишки и девчонки, а также их родители. С вами Алексей Чернышов. Вы смотрите канал Сын, Отец и Игрушки. Ну а сегодня у нас стартует мега-неделя по версии 3.0. И она будет целиком и полностью посвящена такой серии как Halo. Анонсировал я эту неделю как-то на одном из своих стримов. Кстати, ближайший стрим состоится уже в это воскресенье, 12 октября. Ссылка на лайв-канал, а именно на лайв-канале проходят стримы, есть в описании. Заходите, кликайте, переходите на канал, конечно же подписывайтесь, кликайте на колокольчик и все будет хорошо. И увидимся на стриме 12-го числа в 18.00 по Москве. Ну а как я уже сказал, у нас стартует мега-неделя. Это неделя, посвященная конструктору Мегаблокс. И каждый день на этой неделе будет выходить как минимум один обзор, посвященный такой теме как Halo от Мегаблокс. И сегодня я постараюсь, если все пойдет хорошо, залить два видоса. Один будет на маленький наборчик по металлической серии, ну а второй на один из самых больших наборов из этой серии. И это у нас Танк Скорпион. Так что не пропустите и подпишитесь уже сейчас на канал, где-то внизу, возможно, есть кнопочка, но ссылка на канал всегда есть в описании. Там можете зайти и подписаться, и нажмите на колокольчик, он вроде как нужен. В общем, друзья, можете и лайк сразу поставить наперед, мало ли потом забудете. Сейчас мы будем рассматривать вот этот маленький наборчик от Мегаблокс. Такая серия как Металл серия, то есть металлическая серия. Каждый набор из этой серии содержит одну оловянную фигурку и либо технику, либо еще дополнительные фигурки. И здесь у нас батлпак за номером один. На второй и третьей батлпаке уже есть обзоры на канале, да и вообще все ссылки на эту металлическую серию вы найдете в описании. Так что загляните, посмотрите. Ну и чего тут слова блудить? Спереди у нас блистерная часть, через которую видны все фигурки из этого набора, с обратной стороны все наборы. Давайте вскрывать. Ну и что тут церемонится? Здесь ничего интересного нет. Вот такой задник, весьма интересно оформленный. Ну и вот такая вот вставочка. Ну и по факту здесь больше ничего нет. Также есть буклет. Буклет у нас вот такой небольшой, где изображены все фигурки из этого набора. Соответственно все наборы из этой серии. И куча ненужной информации. И вот такой вот блистер. Опять же с небольшой подставочкой. Чтобы это все красивенько выглядело. И шесть фигурок. Соответственно та самая оловянная фигурка. И три спартанца. И парочка ковенантов. Давайте рассматривать их поближе. Ну вот собственно и все фигурки на столе. Я сказал, что здесь два ковенанта. Ну естественно их три. Я имел ввиду два цветных ковенанта. Третий это вот эта оловянная фигурка. О ней чуть позже. Сейчас о фигурках, которые цветные. И знаете, тут мое мнение не изменилось. С последнего обзора на батл пак из этой серии. А вообще подобным идеям о создании чертовски похожих наборов... Место в туалете. Ашшшшшш. Ну вот собственно у вас сейчас на экранах все три батл пака. За исключением оловянных солдатиков. Они так как раз таки все разные были в наборах. Посмотрите сами. Ну это никуда не годится. Считайте три одинаковых набора. Просто цветовая гамма другая. Мое личное мнение. Не есть хорошо выпускать три одинаковых набора. Только для того, чтобы запихнуть туда три разных оловянных фигурки. Но вообще так вот в целом смотрится на самом деле даже забавно. Единственное что хочется сказать. Так это то что покрашены. Они в целом очень даже неплохо. И детализированы я бы сказал крайне хорошо. Учитывая их масштаб. Потому что фигурки высотой примерно 2-2,5 см. То есть они совсем маленькие. Конечно отдельного внимания заслуживает фигурка шакала. Такая оловянная фигурка коллекционная. Вот это круто смотрится. Так что по большому счету я просто потом покручу эти фигурки. Со всех сторон вам их покажу. Но комментировать особо тут нечего. Ибо я уже все сказал в предыдущих обзорах. Ссылки на них есть в описании. Повторюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Как и обещал немного внимания. Хочу уделить оловянной фигурке шакала. Или правильнее будет сказать фигурке Кивьяра. Да-да. Именно так называется эта раса во вселенной Хейло. Разумная раса рептилий с ярко выраженными физиологическими признаками птиц. Родом с Хейна. Который является естественным спутником планеты Чуот. Фигурка выполнена очень качественно и весьма недурно детализирована для такого-то масштаба. На подставке снизу, кстати, имеется логотип Мегаблокс. К слову сказать, лого присутствует и на других фигурках из этого набора. Вооружен шакал энергопоточным пистолетом тип 25. Который имеет более привычное для обывателей название плазменный пистолет тип 25. Ручное стрелковое оружие пехоты Ковенанта. Для полного канона, как по мне, шакалу не хватает, пожалуй, только лишь щита. Ну и подводя итог, хочу сказать так. Если взять этот набор как отдельную составляющую, то в целом, да, он весьма годный. Тут весьма интересные фигурки, крайне неплохо детализированные. И да, я думаю, они придутся по вкусу всем фанатам из серии игр Хейла. Мне так кажется. Я не являюсь фанатом игры, но мне очень нравится сама вселенная, как она продумана. И все вытекающие из этого составляющие. Я же брал этот набор, естественно, ради фигурки оловянной. Для того, чтобы у меня была полная коллекция этих фигурок. Ну и для того, чтобы потом из этих маленьких наборов сделать некую большую... Наверное, небольшую диорамку, которую я впоследствии вам, конечно же, покажу. Может, даже на лайв-канале, а может быть, на стриме. Но пока у меня не вся коллекция. Об этом я расскажу в сегодняшнем ролике попозже. Ну, со своей стороны, я, конечно же, недоволен тем, как реализован набор. Но если брать как отдельный набор, то он, мне кажется, получился. Ну, а то, что вы думаете по поводу этого набора и этого видео, пишите в комментариях. Я обязательно все читаю. Стараюсь всем отвечать. Ну, как получится. Также, если обзор был вам интересен или полезен, а если и то, и другое, обязательно ставьте ваши хейло-лайки и делайте репосты в социальные сети. Это очень помогает как моему каналу, так и распространению этого видео. Да и вообще, в целом, это круто, когда вы помогаете блогерам развиваться. Вам же это ничего не стоит, а нам, создателям контента, всегда приятно. Также подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Я же благодарю вас за внимание, друзья коллекционеры. Всего вам доброго. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok